приветствую славных бойцов калибра я продолжаю потихоньку прокачивать и разбирать каждого оперативника сегодня мы поговорим о снайпере с позывным стрелок как обычно будем разбирать конечно же его перк урон стрельбы ну и в целом эффективность но это не все цифры их там будет больше так что протирайте оптику идем караулить врагов в данном видео хочу сделать не так как в предыдущих обычно я рассказывал о оперативник и в конце давал заключение давайте теперь сделаем по-другому снайпера стрелка я сразу рекомендую к приобретению а вот почему давайте теперь послушайте о его плюсах и минусах стрелок конечно же не идеален но он чертовски хорош я выкачал его полностью играл в пвп и в пве несколько дней по несколько часов и купил ему все перки кроме 15 но последний перк он не так критичен хотя он конечно же тоже нужен в общем давайте собственно самого начала знакомьтесь снайпер с позывным стрелок подразделение вымпел он имеет основное оружие это винтовка в сс или винторез в простонародье основное умение называется разведка ну или способность по сути это как бы сканер в радиусе которого в радиусе работы которого замеченные враги будут видны и неважно там стены машины их скрывают или даже дым прикрывает врагов стрелок всех может просветить есть конечно у некоторых оперативников иммунитет к просвету но там их не так много плюс у них этот иммунитет возникает под действием их же перка вот например как у пророка в общем это не сильно существенно но такое бывает то есть не всегда кого-то можно просветить далее применяя умение стрелка вы накладываете на врагов эффект метка то есть враг у вас светится и в прокачке этот это свечение составляет 5 секунд что очень неплохо я считаю то есть позволяет всем союзникам увидеть врага ну и соответственно на него отреагировать в общем перк он по идее по своей механике он очень простой и в то же время он очень полезный мы о нем еще будем говорить очень важно и интересно разобрать механику стрельбы нашего снайпера если вы хоть немного играли раньше в какие-то шутеры то понимаете что это за винтовка всс и как она стреляет плюсы конечно же это скорострельность и на данный момент это единственный снайпер способный вести автоматический огонь в некоторых моментах можно просто зажимать и контроля отдачу раскладывать врагов ну как с автомата минус это конечно же 9 миллиметровые патроны которые конечно же не рассчитаны на высокую дальность стрельбы и на хорошее пробитие от этого конечно же и строятся характеристики урона очень грустно когда тебе там кричат какие-нибудь тиммейты типа снайпер сними снайпера где-то там вот на пальмовой дороге на балконе который сидит на половине карты а ты блин не можешь его достать хотя даже если в него и попасть то там урон насчитывает просто какие-то копейки то есть вот огромный минус нашего оружия нашего снайпера это то что на большие расстояния очень сильно у нас режется урон при стрельбе так что всс это специфическое оружие которое требует определенной тактики и скорее всего режима я часто говорю о том что некоторых оперативников можно отнести к пве или к пвп все-таки персонажем считаю стрелка больше пвп заточенным так как просвет и скорострельность могут сильно помочь там тащить также у него очень крутые гранаты о них я упомяну попозже вот как правило на длине не часто идет какая-то перестрелка так что стрелок играя от средней дистанции и просвечивая врагов максимально эффективен он помогает и команде плюс он сам видит где враги и плюс на средней дистанции урон не так сильно режется можно зажимать и нифигово наваливать давайте расскажу теперь про его урон это интересно и примерно поможет вам понять как он умеет выносить врагов в теории то есть тут будут разные цифры в общем смотрите в голову 1 пулька наносит 39 урона без брони 53 в тело 20 без брони 30 в ноги 15 и без брони 24 то есть если вы увидели врага и зажимаете даже просто в тело то с 6 попаданий он точно должен умереть но теперь давайте примерно прикинем за сколько эти 6 выстрелов можно сделать значит далее я посчитал за сколько при зажиме вылетает магазин в 20 патронов у меня получился итог 3 секунды конечно же нехитрым делением узнаем что стрелок выдает 6,6 выстрелов в секунду то есть зажимаете на одну секунду и если точно попадаете то вы убиваете практически любого игрока давайте теперь проведем некоторые сравнения наверное со штурмовиками не стоит сравнивать все-таки они заточены стрелять быстрее быстрее всех но вот с поддержками примерно можно сравнить и здесь вот интересные цифры вам понравятся например пророк и бурбон они самые скорострельные они выстреливают по 10 но делать по 10 выстрелов в секунду самый менее скорострельный алмаз он делает 8,3 выстрела в секунду википедия нам говорит что всс может технически выдавать до 700 выстрелов в минуту что по сути превращает всс в автомат со снайперским прицелом скорострельность здесь в игре у нас занижена для баланса ибо если вы будете стрелять со скоростью 700 выстрелов в минуту то получается магазин на 20 патриков улетал бы за полторы секунды и я считаю что это слишком имбово ну ладно в любом случае если взять соотношение нашего урона значит у нас урон с пули выше в среднем в два или в три раза смотря куда стрелять и кому стрелять а вот скорострельность ниже в среднем у нас на треть то есть о чем нам это все говорит технически стрелок он любого бойца поддержки скорее всего перестреляет и многих штурмовиков также может он перестрелять если они не начали стрелять раньше него поэтому господа если вы четко прям умеете настреливать умеете зажимать и возьмем такую ситуацию что где-то на средней дистанции от нас находится поддержка мы на него зажимаем он тоже зажимает в одно и то же примерно время мы начинаем перестреливаться я думаю что в 99 случаях из 100 мы поддержку перестреляем любую если только на нас не наложит какой-нибудь отрицательный эффект ну например как сварок до который может отключить нам стрельбу через прицел эти выводы не тянут конечно на научную работу сами понимаете очень много различных ситуаций теперь немножко из опыта я когда начал играть я не стрелял одиночными только стрельба через зажим и попытки контролить отдачу если в пвп ловишь на зажиме врага то у него практически нет шансов это крайне меня радовало прям настреливать было очень приятно в пве зажим не особо требуется там можно стрелять как вам нравится но для пве я бы посоветовал все-таки брать других снайперов как уже говорил проблема стрелка это убийство далеких врагов в общем поэтому с этим всегда проблемы еще один крупный минус данного бойца это недостаток патронов в начале игры прям это действительно большой минус советую за свободный опыт сразу качать его до второго левела и покупать вот увеличить увеличение магазина ибо если вы не мазохист какой-то то игра с десятью патронами и тремя магазинами поначалу вам очень не понравится но и даже потом получив три коробки по 20 патронов вам их будет ой как не хватать придется жить от ящика к ящику и так до 14 левела где только вы получите вот еще одну коробку итог в прокачке 4 коробки по 20 патронов в целом немного но жить как-то можно далее из интересного в прокачке на пятом левеле вы получаете новый прицел он вроде как имеет выше немного кратность в общем стрелять становится удобнее на восьмом левеле вам дадут гранаты и надо сказать они у стрелка крутые они взрываются при контакте с поверхностью так что четко метнув например такую гранату вы сможете если не убить то точно знатно покалечить врага в прокачке у вас будет три гранаты и они вам время от времени будут в пвп очень пригождаться на десятом уровне получите интересную способность пассивную то есть когда вы будете резать врага ваша выносливость будет немного восполняться эта способность намекает на пвп опять-таки ибо в пве врагов массово мы не режем да и бегать там особо некуда чтобы выносливость расходовать в общем понимаем что боец полностью заточен для пвп и он там действительно хорошо себя показывает стоимость данного оперативника на данный момент 37500 кредитов и он их стоит если вы спросите а кого взять за кредиты вот стиле там нельзя теле стрелка тут нужно подумать какой у вас стиль игры и куда вы больше ходите если вы любите прям с места стартовать бежать вперед в пвп там прорываться отыгрывать стараться на ровне там с другими то стрелок вот все-таки отличный вариант если вы любите пве и иногда пофармить пвп то стиле подойдет лучше я считаю особенно если играете от засады выцеливая врагов в любом случае со временем лучше брать обоих а кто вам больше по душе конечно же покажет опыт мне стрелок понравился не жалею что купил на этом собственно все я буду заканчивать надеюсь было интересно и полезно послушайте получить какие-то цифры благодарю за просмотр пока а